Есть салфетка, отспотела? И сегодня проводим очередной показ казахстанских дизайнеров Monaco Fashion Day. Есть салфетка, отспотела? Как очередной, просто день нашей жизни. Сегодня 24 марта и мы готовимся к Monaco Fashion Day. Два раза в год мы проводим показ казахстанских дизайнеров в отеле Monaco. И сейчас вот меня укладывает Асель Хэйрдрессер, Ах Ярке, лизажист Санди Десерла студию. В очереди Аида Кауменова. Кстати, у Аиды сегодня новость. Она вышла замуж. Всем интересно посмотреть на жениха Аиды Кауменовой теперь. Все, наверное, сейчас знаешь, Айдочка, в твоем инстаграме уже все перелопатили. А там ничего нет. Все у моих подружек нет. Да. Участвуем на Monaco Fashion Day. Наиль Китс. Моя доча будет представлять платье Наиля. Уже в третий год мы участвуем в этом прекрасном празднике. Моды, красоты, женственности. И сейчас за окном весна. И поэтому сегодняшний показ будет, конечно же, посвящен весне, я думаю. Все девушки будут красивыми. И мы выберем себе наряды на весна-лето 2018 года. На мне сейчас новое платье от Динары. Из новой коллекции. С удовольствием его одела и буду носить. Мы уже, знаете, к показам относимся, да, Идочка? Как очередной просто день нашей жизни. Ну, не просто очередной день, а такой очередной, насыщенный, наполненный. Наполненный, да. Созидательный. Самое главное, чтобы рядом был хороший визажист и хороший хейрдрессер. Желательно осель. И правильный вид. И правильный вид, да. И правильный угол съема. Кстати, я сегодня буду в платье бордовом от Аида Калминова. У меня три таких платья, они одинаковые. Просто одно голубое, одно серое, теперь одно бордовое. Ты в нем будешь с вами? Да. Еще знаешь, сколько он стоит? В 198 тысяч. Сегодня проводим очередной показ казахстанских дизайнеров Монако Fashion Day. Мы начали проводить эти показы со дня открытия нашего отеля. Традиционно, по модному календарю, весной и осенью. И прямо сейчас вы можете наблюдать за бэкстейджем. Буквально через полчаса начинается наш показ. И я бы хотела вам рассказать о людях, которые помогают нам проводить Монако Fashion Day. Ни один показ не проходит без помощи визажистов и хэр-стилистов. Здесь у нас на бэкстейже работают девочки Санди Бехсаргат Студио. Да? Да. Как вас зовут? Токжан. Токжан, сколько лет вы работаете у Санди? Полгода. Всего полгода. Токжан, нужно помахать, показать. Вот Токжан сегодня пришла сюда с утра. Не обедала, не завтракала. Здесь проходит примерка. Самое интересное, смотри. Здесь пытаются надеть 36-й размер на 40-й. Но на самом деле девочки у нас очень стройные. Девочки модельного агентства Роберта Алдеярова. Вот здесь у нас сейчас находятся тоже визажисты Санди Бехсаргат Студио. Делают визаж маленьким моделям, потому что у нас традиционно в нашем показе участвуют маленькие модели. Вот сколько тебе лет? Одиннадцать. Как тебя зовут? Жанель. Жанель, у тебя первый опыт? Ты сегодня впервые будешь участвовать в показе? Второй раз. Второй раз. Видите, у нас очень опытные модели. Да. Вот здесь у нас находится Асель Хейрдрессер. Девушка, которая делает буквально уже последние, я думаю, лет пять. Все мои укладки, покраски, стрижки. Я не знаю, абсолютно все. Естественно, ее команда отвечает за все укладки на Монако Фэшн Дэй. Да, Аселя? Да. Аселя, видите, молодец, сама тоже не забыла себя уложить, накрасить. Да. Мы уже третий год готовим, мне очень нравится, мы всегда готовы. Сколько в твоей команде сегодня работает человек? Как быстро вы укладываете? Сегодня в моей команде шесть человек, мы работаем с двух часов, быстро готовим, вроде все готовы. Всего шесть человек, представляете? Вот так вот. Сегодня с нами также Бахаджан, она не в команде Сан-Дибилд Сарга Студио. Вот странно, почему бы не в команде у Сан-Дибилд Сарга Студио? Аиды Калминовой, Наилева Игучукова, Мунира Кутюр, Бибисара, также моего бренда Динара Саджан. Седьмой раз, представляете, мы проводим наш показ. И традиционно в нашем показе участвуют маленькие модели. И в этот раз мы решили, что седьмой показ «Монако Больша Найт» будут открывать наши самые маленькие модели. Самая младшая из них всего четыре года. Даже у нас три года, да, есть. Поэтому встречайте, «Монако Больша Найт» открывает модный детский бренд «Наил Китс». «Монако Больша Найт» Проходим. Так, здесь у нас сидят более опытные модели, ветераны, так сказать, модельного агентства «Астаны». Марияж, сколько лет ты работаешь у Роберта? Наверное, уже лет пять. А сколько тебе лет? Мне 23 года. 23 года. Роберт тоже тебя, получается, со школы использует? Нет, со студенчества, со второго курса. Ну, Марияж, я думаю, наверное, все знают, потому что на всех показах, модных показах «Астаны» стараются задействовать именно Марияж. Вот как ты думаешь, с чем это связано? Наверное, потому что я уже давно мелькаю на всех показах, и поэтому как бы уже люди привыкли меня видеть и хотят продолжать видеть как-то так. Марияж, скажи мне, пожалуйста, вот сколько зарабатывают модели? То есть модельный бизнес – это дорогой бизнес? Я бы сказала, что нет. Модели получают очень маленькие деньги. Но тем не менее все рвутся именно в модели, все хотят попасть на показы. Вот это удивительно. Почему? Потому что это интересно, это общение, это красивая одежда, это красивый макияж, укладка. Вот поэтому девочкам это и нравится. Вот как ты думаешь, до какого возраста ты будешь продолжать свою модельную карьеру? Ну, наверное, до 25. То есть еще два года мы можем видеть Марияж на подиумах в Астаны. И еще один вопрос, который реально меня интересует. Почему наши модели, вот ты, да, Инара, почему вы не рветесь во Францию, в Париж, в Милан, в Нью-Йорк, в Токио, в Афганистан? Ну, все в наших планах, на самом деле. Мы собираемся в этом году поехать в Нью-Йорк. Мне кажется, что на самом деле модель, любая модель может попасть на зарубежный показ, просто участвуя в различных кастингах, да? Ну, мне вот интересно, почему не все казашки, не все казахстанские модели рвутся туда, зарубеж? Потому что многие боятся, это риск огромный, да? И многие привыкли вот так вот работать здесь, и многих устраивает работа здешняя. Поэтому, наверное, и не стремятся. Просто в Астане жить хорошо. Так, здесь у нас маленькие модели, да, красятся? Посмотрите. Девочки очень серьезно настроены на сегодняшний показ. На самом деле они ничем не уступают девочкам взрослым, потому что они сегодня также с 11 утра на ногах прошла репетиция. Вот как, кстати, прошла репетиция? Очень хорошо, говорит, прошла репетиция. А сейчас давайте возьмем интервью у моей дочери Дианы. Дианочка, здравствуйте, как ваши дела? Мормально. А вы готовы к сегодняшнему показу? Да. А вы сегодня участвуете у кого? У каких дизайнеров? У Динары Саджан и у Наиля. У Динары Саджан и у Наиля. Айда Коуменова, естественно, всегда участвует в показе Monaco Fashion Day. Мы даже не представляем Monaco Fashion без Аиды. И Аидочка, у нас показ буквально начинается через 15 минут, а ты очень так уютно, комфортно себя чувствуешь в палатике. Потому что показ буквально два этажа ниже, поэтому я сейчас просто подниму свой уютный номер, переоденусь, потому что самое главное, мейк уже готов, прическа готова. Дианочка готова, Дин Дикони готова, все, коллекции все готовы. Скажи мне, пожалуйста, вот что? Вот я сейчас смотрела на Жангуль, она совершенно не волнуется, она пришла сегодня одна, от модного дома и до Коуменова сегодня всего один человек. И Жангуль говорит, я просто привыкла, у меня все готово. Мне кажется, что люди, которые работают с нами, они потом могут, знаешь, работать на любом показе при любых обстоятельствах. Ну, я не думаю, что прямо уж на любом показе, потому что это мы просто так сработаны все, мы как детали одного механизма, очень четко уже друг к другу пристроены. Знаете, в машине есть такие моменты, оказывается, когда меняется, ну, какой-либо там, какая-то деталь в машине, когда меняется, нужно время для того, чтобы эти детали друг к другу как бы притерлись, да. И мне кажется, что у нас просто так механизм притерся, все детали так притерлись друг к другу, что мы работаем как один единый красивый механизм. Каждый работает на своем месте, каждый знает, что, кто за что отвечает, да. У нас есть четкое понимание, кто за кем выходит. И действительно, когда мы, я уже, честно говоря, не помню, сейчас нужно посчитать. Получается, первый раз мы проводили седьмой, седьмой по счету показ Monaco Fashion Night. Айдочка, ты иди переодевайся, мы тебя ждем. Итак, мы продолжаем наш показ модному бренду Динара Сэджау. У них нет еще и года, но уже есть армия постоянных поклонников. Динара Сэджау. У нас есть гости, которые специально прилетают к нам на Монако Фэйшнайт и одна из них это Айнур Асхархаза. Айнур, салем. Салем. Калым, ғалай. Калым, өте жақсы, көңілгейм жақсы. Сем бүгін арнап келдіңғой, я бізге? Мен Монако Фэйшнға арнайы ұшып келдім. Молодец. Через Ақтубе. Через Ақтубе. То есть Ақтубе едай шо соқтым? Ақтубе соқтым, бірақ ең бірінші осы жоспарым, осы Монако Фэйшндеге келу. Рахмет, следите за ее инстаграмом, у нее тоже очень активная и интересная жизнь. Вся культурная и светская жизнь Ақтау. Бұл, ғалай, 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 ғалай. Мы только что закончили Монако Фэшн Дэй, я, честно говоря, очень устала, но тем не менее, хочу задать несколько вопросов дизайнеру бренда Бибисара Асем Алтынбековы. Асем, твоему бренду уже три года, вот ты скажи мне хоть раз, был такой момент, когда ты пожалела вообще, что ты во все это ввязалась? Так, Веру, здравствуйте. Во-вторых, огромное Динара, спасибо большое, что вообще вот каждый сезон мы проводим Монако Фэшн Дэй. Спасибо то, что продвигаете казахстанских дизайнеров, это очень, ну как, достойно уважения. Нет, за три года я не пожалела о том, что создала бренд, что я начала двигаться в этом направлении, и на самом деле здесь я нашла свою отдушину, то есть то, что вот я творю сейчас, оно мне нравится, и доставляет огромное удовольствие одевать наших казахских женщин именно в те наряды, которые вот издавне, как сказать, в общем, национальные платья более такие модерновые. Я бы хотела отметить, что Асема, она придумала такую хорошую фишку, во все свои наряды она добавляет фурнитуру из чистого серебра, то есть если она шьет камзол, то капсарма у нее обязательно из чистого серебра, и это по себестоимости не дешево. Да, это по себестоимости не дешево, ну сама, конечно же, работа, швей, вышивальщица, она не дешевая, сами украшения серебряные они тоже немало стоят, вот, ну вообще весь этот, как бы, бизнес, он, в принципе, по стоимости очень такой, выходит в такую сумму хорошую, и, конечно, поэтому на сегодняшний день многие люди спрашивают, почему так дорого, почему вот... Почему ваш камзол не стоит 25 тысяч тенге? Да, потому что вот на самом деле работа дорогая, материал дорогой, и вот эти вот украшения, которые присутствуют в каждом наряде. Но я хочу точно сказать, что для дизайнера, вообще, если ты хочешь вывести на рынок очень хороший продукт, и чтобы его сразу оценили, должна быть, вот самое главное, это идея. Идея и последовательность, да, то есть когда ты последовательно этой идеи придерживаешься, да, то есть у Асем, это современная национальная одежда с фурнитурой, в каждом платье обязательно фурнитура из чистого серебра. А где ты заказываешь эту фурнитуру? С самых первых дней, с самого создания бренда Бибисара мы работаем с Аминой Шопаровой, то есть по сей день тесно вместе с ней сотрудничаем. У нее я беру украшения, вот, в большом количестве, потому что, в принципе, я ни с кем, ни с другим уже еще, как бы, и не пробовала. Ну, она также человек, который болеет за качество и делает свой продукт очень хорошо достойный. Асем, я желаю тебе удачи, я верю и знаю, что твой бренд Бибисара будет жить очень-очень долго, и дай бог ты его передашь своим девочкам. Сегодня среди гостей нашего Монако Фэшн Дэй я заметила двух симпатичных мужчин, которые очень любят тусоваться. Да? Да. План так посмотрел на меня, как будто я про него, не про него говорю. Вот, на самом деле, это два совершенно разных человека. Один человек, который ведет очень активную ночную жизнь, и второй человек, который вот по ночам просто спит. Да? Да. Хорошо, вы, тем не менее, сегодня пришли. Даурена я хочу особенно поблагодарить, потому что так же, как и ППЗ Киезет, Кипятком поддерживает нас на протяжении всего времени. Всех Монако Фэшн Найтов, всех открытий, галерей, презентаций, дней рождений, буквально абсолютно все. Даурен, вот ты каждый раз приходишь, вот почему тебе интересны наши показы? Я прихожу посмотреть на вашу дочку. То есть она звезда. И все. Она крутая, да? Нурланчик, а ты почему к нам приходишь? В прошлый раз я выиграл наушники очень крутые. Да? Да. Ты сегодня рассчитывал выиграть наушники? Нет, я рассчитывал выиграть камзол от Аиды Коуменовой. Чтобы подарить его своей маме. Да, или сестренке. Ну, в целом, вам понравился показ? Очень. Очень. И в этот раз мне больше всего понравилось, больше всех понравилось Аиды Коуменовой. Даурен, а тебе? А у вас очень смелая коллекция. Девушки оголились. Это у Наиля, у Наиля. Нет, у вас тоже. У меня тоже? Да, у вас же в купальниках девушки. В купальниках, да-да-да. В купальниках. Монако Fashion Day уже на протяжении нескольких лет. Мадин, как Уральск? Как там продажи идут? Ничего, все хорошо. После вашего приезда весь город шумит, говорит о нашем бутике. И огромное благодарность вам за это. Поддерживаем, носим казахстанское теперь. Потому что именно Мадина открыла в Уральске первый шоурум казахстанских дизайнеров. Мы недавно были там в гостях. Я, Нурлан и Наиль. И показ был шикарный. И мне кажется, что жители Уральска уже были готовы к одежде Мадин Казахстан. Да, действительно так. Все в восторге, все мерят, покупают, берут. А почему вам самой нравится носить одежду казахстанских дизайнеров? Знаете, это уже не масс-маркет. Что-то шьется действительно индивидуально под тебя. И потом это ты знаешь, что действительно шьют с любовью именно твои соотечественники. И это в таком, знаете, маленьком количестве. То есть ты знаешь, что ты будешь индивидуально, не как все. И еще какой-то трепет, наверное, за наших дизайнеров. Что вот вы, Наиль, все создаете такую коллекцию своей рукой. Мадиночка, кстати, в нашем кардигане из коллекции Байконур. Мадина молодец. Очень теплый, удобный кардиган. Спасибо, Мадина, что прилетели. Мое любимое слово, когда я вижу Наиля. Спускайся на завтрак, быстро, зачем? Почему быстро? Быстро нужно поесть. Наиль, ну ты доволен сегодня своей коллекции? Мне кажется, что многие модели смущались вообще одевать. Это очень смелое, откровенное платье. Там всего лишь одна модель была без трусов, остальные в трусах, поэтому... Мне кажется, сегодня многие модели очень сильно смущались, надевая платье от Наиля, потому что наряды были очень смелые. Ну, они сначала как бы смущались, а потом одели, включились и не хотели снимать. Поэтому я думаю, может, кто-то из них даже что-то купит. На тебя почему ты решил сделать такую коллекцию, ну, практически, так сказать, без нижнего белья? Ну, на меня повлияло то, что мне хотелось пляжа, латиноамериканских танцев, сексуальных девчонок. То все в бархатах, да в бархатах. Лечек, знаешь, у нас в Астане... Ничего не видно в бархатах. Лето не скоро. Но в отличие от тебя, зато Аиточка свою коллекцию быстро продаст. Это тоже мы в Москве. А тебе придется долго искать девушку с идеальной фигурой. Нет, кстати, у нас уже очень спрашивают... А, иди сюда, иди сюда. У нас уже... Иди сюда. У нас уже очень спрашивают эту коллекцию, только с подкладом. Вот, кстати, в Уральск хотят купить. Да, я просто Наилю говорю о том, что бархатная коллекция, в отличие от Наиля, она уйдет быстрее, потому что не придется очень долго искать. Нет, у Наиля коллекция называется УЯТ. А замуж выходить, пожалуйста, в Аида Кауменова. Нет, а брачная ночь в моей. Хорошо, ночью. Тогда это не платье, а комбинация. Нет. Вы знаете, сегодня действительно очень важный день для Аиды Кауменовой, потому что сегодня она вышла замуж. И так получилось, что вот мы на Науры провели и Монако фэшн дэй, и у Аиды регистрация брака. Аида, как ты вообще сама себя чувствуешь сейчас? Я чувствую себя прекрасно, потому что все, что творится в моей жизни, это все мое, 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 как эти цветы. Коллекция, которую ты сегодня представила, очень такая свежая, весенняя. Да. Вот что ты хотела передать? Я хотела... Передать привет. Своим клиентам. У меня весна, весной каждой женщине хочется скинуть оковы, скинуть вот тяжелые ткани, тяжелые изделия, шубы, пальто и килограммы тоже, кстати. И поэтому в коллекции очень много натуральных тканей, таких свежих тонов, как голубой, красивый такой ледяной цвет. Ну вот смотрите, несмотря на то, что Аида хочет раздеть, вот я как-то... Вообще бархат, велюр, это фирменная, вообще, конечно, фирменная ткань Аиды Коуминовой. Я, наоборот, не хочу до сих пор это все снимать. Есть салфетка, отспотела. Знаете, на самом деле, просто нужно так одеться, чтобы выглядеть раздетой. Понял, Нильчик? Ты не понял. Чтобы хотелось раздеть. Хорошо. Спасибо большое. Это была Аида Коуминова и Наиль Бойкучуков. Спасибо.